Георгий 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 безнадежно, да и как бы, ну, не то чтобы махнули рукой. В то время никогда врачи руками не махали. Но, скажем так, надежды было мало. И нашлась медсестра, которая все время от начала до конца его выхаживала, кормила. И когда он уже выходил из госпиталя, его выписали, и снова пошел он на фронт, ему медсестра та сказала, жить тебе до 100 лет, никак иначе. И так она и получилась. А третье чудо заключается в том, что он после этого случая прошел всю войну без единой царапины. В нашей семье 9 мая отмечают достаточно просто. Конечно, смотрят Парад Победы, потом мы обязательно звоним бабушкам, дедушкам, ходим к ним в гости, просим опять там рассказать, что у меня интересное из того времени. Мама, моей мамы, моя бабушка, она пережила блокаду Ленинграда, в маленьком возрасте, совсем маленьком, но помнит все очень хорошо. Дедушка мой, мамин папа, тоже все очень хорошо помнит. И помнит, как он не любил луковицы и их выбрасывал. А потом, когда война была, он вспомнил все 11 луковиц, которые выбросил и очень об этом пожалел, когда есть сходилось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok